В собрании депутатов Ненинского автономного округа в соответствии с бюджетным процессом приступили к рассмотрению расходных обязательств на 2022 год главных распорядителей окружного бюджета. На парламентской комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой одними из первых рассмотрели расходы Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского автономного округа. То есть по названию видно сколько у них полномочий, как они необходимы для жизнеобеспечения наших жителей округа. Стоит отметить, что в общей сумме это 8,8 миллиардов расходная часть этого департамента на 2022 год. Из них 2 миллиарда это Усинская дорога, о которой мы говорим, что на самом деле проводится большая работа департаментами, затем губернатором для того, чтобы быстрее достроить эту дорогу. И вот 2 миллиарда это федеральное средство. На следующий год предусмотрены средства на реконструкцию автодороги на улице Заводской, разработку проектно-сметной документации, реконструкции дороги по переулку Озерный. Парламентария рекомендовали кроме средств на ПСД предусмотреть финансирование самих ремонтных работ. Более 611 миллионов рублей предусмотрено на капитальный ремонт автодорог. В том числе порядка 111 миллионов рублей на капремонт моста через лесозаводскую курью. Сооружение для временного проезда будет завершено в конце января следующего года. Срок окончания работ по ремонту основного моста по контракту 31 декабря 2022 года. В настоящее время производятся расчеты по затратам на ремонт двух проблемных участков на автодороге Нарьинмар-Красное. Работы планируется провести летом следующего года. Стоит отметить, что в этом бюджете следующего года, 2023-2024 года, субсидии предоставлены будут ресурсоснабжающим организациям в размере 80%. Это была позиция фракции «Единая Россия» в собрании депутатов. Это в том, что необходимо, чтобы наши предприятия знали, что они вовремя получат все субсидии, потому что это также и их работники, которые получают заработную плату, чтобы не было никаких задержек. На обеспечение доступности коммунальных услуг в 2022 году запланировано 1 миллиард 300 миллионов рублей. Самая финансово-емкая субсидия на электроэнергию в проекте бюджета на 2022 год. Средства предусмотрены в сумме 608 миллионов рублей. Субсидии на тепловую энергию и теплоноситель составят порядка 317 миллионов рублей. На горячую и холодную воду, включая подвоз холодной воды, водоотведение – более 111 миллионов рублей. На твердое топливо – 159,5 миллионов рублей. Серьезные критики депутаты подвергли расходы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Третий год подряд в бюджете предусматриваются огромные суммы. По 160 миллионов рублей на вывоз мусора из населенных пунктов в Нарьинмар. У регионального оператора предприятия «Севержилкомсервис» нет стимула снижать расходы, по мнению депутатов. Например, использовать мусороперерабатывающие установки, сортировать мусор. Было бы, наверное, эффективно на перспективу приобрести морской речной флот. Для того, чтобы этот флот находился в собственности «Севержилкомсервиса», ну или в какой-то дочке, ну или в округе. И в перспективе данный объем финансирования можно снизить практически вдвое. Поскольку на судах населенные пункты округа можно было бы доставлять грузы, а на обратном направлении вывозить из поселения в Нарьинмар ТБО, в соответствии с нормативами, мусор из сел округа необходимо вывозить не реже одного раза в год. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север».